Продолжение следует... 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 Да, да. Маленькие дети, они мыслят нескандартно, в отличие от ребят постарше. Просто у них даже более креативные проекты получились. Если говорить о видах деятельности, какие у вас наблюдаются в центре и как вы работаете с ними? Ну, наверное, я бы про наш именно центр сказал, что виды деятельности, и задачу, которую мы решаем, это задачи параметрического синтеза. То есть это быстрое принятие решений каких-то, правильное построение алгоритма. А виды деятельности – это и техническое творчество в первую очередь, информатика, программирование. Мы занимаемся научно-исследовательской деятельностью. У нас есть производственная база. То есть это у нас заложен весь цикл от идеи до модели, до готового изделия. Ресурсов у нас для этого достаточно, и, в принципе, виды деятельности мы можем охватывать различными. Вы вот сейчас только что сказали, что быстрое принятие решений и построение алгоритмов. То есть именно этому вы учите детей? Дети должны научиться быстро принимать решения и строить алгоритмы? Ну, скажем так... Или это педагоги? Нет, это дети. Мы работаем только для детей. Педагоги, руководители, технические специалисты, наверное, не обучаются вместе с детьми, потому что это новое поколение. А нашей непосредственной задачей является это воспитать целостную, самостоятельную мыслящую, обладающуюся твердым практическими навыками, личность. Ну, сейчас, наверное, такой самый интересный вопрос. Какие виды направлений существуют в вашем центре? Какие из них самые популярные, а какие только набирают свою популярность? Так, ну, в нашем центре существует очень много направлений. На сегодняшний день самые популярные являются робототехника и информатика. Больше всего ребят, конечно, записываются на эти направления. Также программирование, авиамоделирование. Недавно создано новое направление стендовый авиамоделизм и 3D-моделирование. В связи с растущим спросом на подготовку специалистов в области 3D-моделирования, как раз мы открыли такое направление. Основы 3D-моделирования. Также мы проводим обучение по основам предпринимательской деятельности и экономической грамотности. По каждому из направлений. И по информатике, и по робототехнике, и по программированию мы проводим деловые игры. Раз в месяц. Ребята проходят полный цикл производства. Каждый ребенок работает в разных отделах. Кто-то бухгалтер, кто-то руководитель, кто-то менеджер, кто-то работает в отделе маркетинга. И в последующем они создают один единый продукт, который в последующем презентуют родителям. Вы только что сказали, что есть такой запрос, например, на авиаконструкторов. Как вы понимаете, какие профессии сейчас в спросе? И в соответствии с этим открываете новые направления? Технические специальности всегда были востребованы. И в послании президента делался упор, чтобы вырастить высококачественных специалистов. У нас же в стране наблюдался ток кадров. Поэтому именно грамотные специалисты, инженеры, они сейчас очень востребованы в стране. И все технические институты, с которыми мы тоже имеем такую непосредственную связь, они стараются брать ребят в свои студенты, записывать в первую очередь тех, которые занимаются техническими видами спорта, имеют отношение именно к техническому направленности. У нас такая плотная связь с московским авиационным институтом, потому что одно из направлений – это авиамоделирование. И общаясь с руководством, ребята наши, выпускники, которые уже заканчивают обучение, они на первом месте, скажем так, в поступающих туда. Да, институты с руками начинают отбирать вот именно ребят, которые ходят в такие технические кружки и секции. То есть в Центре молодежного инновационного творчества могут дать реальные базовые знания, которые пригодятся при дальнейшем поступлении в профильный вуз? Конечно. Да. А если вот говорить конкретно о методиках преподавания, наверное, они отличаются для малышей и для подростков? Да. Какие направления есть для малышей и для подростков? Смотрите, любое направление, которое я перечисляю, и робототехника, информатика, программирование, стендовый авиамоделизм, авиамоделирование, 3D-моделирование, подходит как для детей, так и для подростков. Индивидуальные задания и программы разрабатываются для каждого возраста с учетом индивидуальных способностей каждого ребенка. Ну, наверняка, Ваш Центр молодежного инновационного творчества уже может похвастать какими-то достижениями. Участвуют ли Ваши воспитанники в различных конкурсах? Конечно, участвуют. На сегодняшний день у нас проходит конкурс, дистанционный конкурс по робототехнике с Центром молодежного инновационного творчества «Диазнаникум» города Георгиевск. Мы размещаем в Инстаграме работы детей. Тема конкурса «Умный город. Как кавказские минеральные воды видят дети в будущем». Ребята конструируют свои модели роботов на основе трехмерного конструктора. Мы записываем видеоролики, фотографируем, размещаем в Инстаграме. По количеству лайков реальных людей будут определяться уже победители, как в младшей группе, так и в старшей. Ребята предлагают самые необычные креативные идеи по благоустройству кавказских минеральных вод. И умные квартиры, и дома с большим количеством солнечных батарей, и специальные датчики, которые будут измерять, сколько минеральной воды люди пьют. Поэтому дети мысят очень креативно. Яна, можете привести несколько примеров, что такого интересного предлагают наши юные новаторы в плане благоустройства современных городов? «Один из ребят создал очень интересный проект по очистке Иссентукского озера. Создал чертеж, в котором изобразил само Иссентукское озеро, а также очистительную систему, состоящую из четырех слоев в различных видах сеток. И объяснил, как она работает. Объяснил, что она будет работать не при помощи электричества. Такой экологический проект. Вот, дословно». Ну, в любом случае, я надеюсь, что этот проект, он очень полезный, найдет свое применение в будущем, да, на реальных водохранилищах. Сейчас хотелось бы поговорить о материально-технической базе вашего учреждения дополнительного образования. Расскажите, пожалуйста, с каким оборудованием работают ваши ребята. Нужно ли ребятам приносить что-то с собой, с дома, или, в общем-то, Центр инновационного творчества располагает всем необходимым? Ну, ребятам, в первую очередь, надо принести самое нужное для них – это свое желание. Желание развиваться и расти, изучать и познавать. А Центр обладает всем оборудованием, инновационным, современным оборудованием для реализации их творческих проектов. У нас есть и 3D-печатные станки, принтеры, и 3D-обрабатывающие станки, и множество ручного инструмента. То есть весь спектр современного оборудования у нас есть. То есть все необходимое есть. А вот чтобы понять, как проходят уроки у вас, а если сравнить со школьным образованием, можно провести аналогию со школьным образованием? Или все-таки обучение в Центре инновационного молодежного творчества – это нечто совсем иное, более инновационное? Сравнить можно, но все-таки мы отличаемся. Если в школе есть определенный урок, есть определенная задача, то они решают эту задачу. Сегодня одна, завтра другая, завтра третья. Все-таки мы подходим немножко в более свободном, наверное, формате. А оценки ставите? Оценки? Наверное, улыбки детей. Вот это самая главная оценка, когда ребята выходят счастливые и довольные, что у них это получилось, и что они реализовали свою идею, и начинают хвастаться своими достижениями. Сделал, да, вот у меня получилось. А вот вы знаете, что именно вот так вот надо. Таких оценок, что 5, 2, 3, такого у нас нет. И это, между прочим, очень здорово на самом деле. Я считаю, что обучение в Центре молодежного инновационного творчества – это такой старт для выбора будущей профессии, да? То есть в деле профориентирования вы играете огромную роль на самом деле. А вот с какими-то бизнес-организациями сотрудничаете в этом смысле? Конечно, да. Мы изготавливаем сувенирную продукцию для сотрудников, для представителей малого и среднего бизнеса. Оказываем услуги в изготовлении потозон для различных фотостудий. Проводим также мастер-классы. Обучаем работе на высокоточном оборудовании представителей малого и среднего бизнеса. Также организуем совместные проекты. Ну и с малым и средним бизнесом в плане разработок какой-то продукции у нас идет активная работа. И мы стараемся эту работу, да не то, что стараемся, мы проводим эту работу именно как раз с детьми, с нашими ребятами на занятиях. То есть можно поставить какую-то задачу. А за задачу, вот как бы вы, например, сконструировали бы вот это, вот это, вот это. И ребята, опять же, по робототехнике могут создать эту модель, да? Могут сами попробовать ее реализовать. А мы получаем, наверное, какие-то свежие идеи, новый взгляд на решение этих задач. Потому что, как бы, может быть, у нас где-то глаз замылился, а у него свежий подход. А они подходят и спрашивают, а почему вот так вот, а почему бы не сделать вот это? И вот эта среда, которую мы создали в центре, она как раз вот позволяет искать новые решения, взглянуть на какие-то проблемы по-новому и, может быть, их упростить. Потому что взрослым свойственно усложнять решение каких-либо задач. Дети смотрят немножко по-другому. Им надо, наоборот, упростить, усовершенствовать. И получается создание какого-то проекта, оно проходит в такой вот среде оптимизации. И при неухудшении качества, что ли, так это можно сказать. То есть я с вами абсолютно согласна, все гениальное просто. И дети, как никто, это понимают, да? Вот сейчас... Вот правильно сказали, что все гениальное просто. Мы иногда просто вот в сферу своей занятости, загруженности этого не видим. А все действительно, и все должно быть просто и надежно. А у детей ваших есть возможность применить вот свои изобретения на практике? Вот сегодня наша тема умные столы, умные парты, да? Которые изобрели ваши воспитанники. Каким образом, что это вообще за проект? Давайте начнем с этого. И каким образом его можно применить на практике? Ну, это так, проект родился в связи с тем, что вот программа «Демография», да? А по этой программе в детских садах предполагается оборудование логопунктов. И как бы глава города вышел с такой инициативой, что как бы вот давайте такое попробуем это сделать. И при поддержке вот застройщика детского сада, в принципе, нам были предоставлены определенные материалы. А мы это все совместно с ребятами просто собрали в единое целое. И вот родился такой проект, как «Умный стол». А почему он умный? В чем его разум заключается? Чем он отличается от обычного классического стола? Ну, наверное, его так прозвали дети «Умный стол». А так это интерактивная парта. То есть это, скажем так, парта. Интерактивная парта, которая оснащена определенными программами. То есть в эту парту в монтирован экран с тач-панелью. В принципе, она представляет себе симбиоз парты и компьютера. Ну, я думаю, что да, это изобретение просто. Разговаривает. Разговаривает и отвечаешь. Разговаривает. Да, загружена, установлена операционная система с большим комплексом развивающих игр. И тем самым вот так вот. Ну, вот сейчас в школах, в общем-то, есть вот такие же похожие доски, да, интерактивные. А уже «Умные столы» — это уже как второй этап вот инновационного оснащения образовательных учреждений. Я думаю, что пройдет на ура среди школьников ваше изобретение. И такой вопрос. Вот с другими центрами молодежного и инновационного творчества вы сотрудничаете? Да, мы сотрудничаем с другими СМИТами. И не только с СМИТами Ставропольского окраина, но и с других городов. Проводим различные с ними мероприятия. Вот на сегодняшний день проводим с Георгиевским СМИТом соревнования. А так на регулярной основе приглашаем их к себе в гости. Устраиваем различные мастер-классы, вебинары дистанционные устраиваем. Конечно, сотрудничаем. Сотрудничаем с организмом совместных проектов. Ну вот сейчас вы перечислили самые основные направления в процессе беседы. Это 3D-моделирование, робототехника и так далее. Какие-то новые направления планируете открыть в будущем, ближайшем? Планируем. Очень хотим открыть направление по конструированию квадрокоптеров. А также создать направление для детей, связанное с созданием веб-сайта. А то есть это тоже очень популярная тема сейчас действительно. Да, на наш взгляд это очень воспребованное направление. Я думаю, что найдут свой спрос. В любом случае мы вам желаем успехов в работе, чтобы все задуманное у вас получилось. Спасибо вам большое. Спасибо большое. На этом программа подошла к концу. Напоминаем, сегодня мы говорили о работе и новых изобретениях юных новаторов Центра молодежного и инновационного творчества «Протон». Оставайтесь на нашем канале. В студии была Зайра Байчорова. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова